ничего вон кафешечка работает какой-то банкет там все нарядные стоят обнимаются целуются при встрече нет ничего не слышали мы сразу про дистанцию полтора метра все нормально там смотрите кафе-бар зебра какая-то отдыхают люди все на 0 а мы ждем когда нам суши приготовят поедем сегодня кушать суши домой нам пришел электрик и ташка возмущается облаяла всего капец а я жду стаса чтобы покушать он поехал на рынок покупать еще какую-то там специальную розетку мой маленький котеночек пришел прилегла такая бежит на мне довольно в общем у нас сейчас штробят стену под розетку будут проводить розетку для холодильника и завтра же установят кухню на мои сегодня привезли на не смогли установить потому что мешался один провод и вот сейчас как раз выбирают чтобы розетка работала на фоне потом покажу вам все поэтому когда все закончится что там такое интересное даже что там такое что там шумит всем привет дорогие друзья мы с станиславом николаевичем сегодня едем по кучу кучу дел в общем на вчера установили кухню почти один шкаф еще нужно переделать нам его привезут попозже и сегодня мы вызываем сантехника в общем чтобы нам подключили раковину посудомойку в общем все все что связано с сантехникой на кухне и сейчас поедем еще нужно купить фильтр заехать заключить договора нас вот на свет в воду что еще нам нужно сделать в общем дел полно на улице жара плюс 25 примерно прям очень жарко очень круто и это погодка прям здоровская сантехник очень доброе утро красоты все едем стас пошел в расчетный счет слушайте какой это кайф просто когда у тебя мужик занимается всякими счетами коммуналками всякой этой фигней и ты вообще не паришься блин и не знаю это прямо вот для меня это круто потому что я сама прямо терпеть не могу вот эти все дела мне прям бесит вот не мое это показания всякие передавать вот этой фигней заниматься это классно когда у тебя хоп-хоп-хоп и мужик все сделал супер попасть туда не может дверь не открывается там через окошко видимо как-то боже мой какая погода шикарная кстати по поводу процедур хотела вам рассказать то что я реально восторге просто процедура сделали только одну из шести в этот микро микро не длинг блин слова говорить вы не могу но эффект прям потрясающе очень круто мне кстати аллергии вот последние это ты стала землям бы еще не пришел очень круто я думаю что после 6 процедур мне явно вот не будет уже таких глубоких этих морщин кожа реально подтягивается прямо здорово еще и жду когда у наташи придет аппарат через недельки-две очень крутой нога это лет маска там специальные тоже от морщин от всяких она мне еще уберет вот эти вот все морщины вот тут которые есть все это в общем по убирает и и уберет вот эти шрамы от ветрянки которого здесь шрам здесь шрам прям зашлифует их блин я в восторге очень круто в среду еду тейпировать лицо и покажу вам результат до и после что-то 11 мая не работают кризис кризис да ребята в общем нет да коронавирус коронавирусом еще и праздники может майские нет прям коронавирус капец вот хочешь отдать деньги понимаете вот возьмите нате вот за электрическую денюжку и не берут же не работает а че это вода за воду вот намотали намотали воды там льем с утра до ночи все говорю возьмите денежку и не берут ладно потом приедем после 11 мая сделать все так мы сейчас едем за фильтром тогда с тобой да те тоже наверно скорее всего по электричеству также все погнали выбирать фильтр будем брать из наличия что есть в магазине потому что нам надо срочно куда ей давай в этот на каширина посудомойку да 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 наверно туда поедем на месте будем вообще выбирать потому что фильтр который я хочу его либо под заказ только либо ехать в мясо или золото лут за ним надо в челябинских нет наличия а нам нужно срочно поэтому будем выбирать то что есть наличие сейчас вам покажу все заезжали сейчас в одно эльдорадо в общем там не было этого фильтра едем в другой магазин магазина эльдорадо работает в обычном режиме у нас уже открыты все спокойно приходи ходи ходи гуляй выбирай покупай то есть как бы магазы работают в обычном режиме там я так понимаю не полностью количестве нет он сказал всех его охранника же спросил говорю все открылись он гряда он говорит что все магазин открыт полностью что нужно ходить гулять выбирать не сам сказал охранник сейчас едем в другой эльдорадо надеюсь там сниму чайки покажу как работать сегодня такое какое-то активное прям движение в городе все ездят как олени мы едем тут материться со стасом ну реально мы тоже как олени мы едем 70 они все нас обгоняют и подрезают и что давят как тоже моду блин вот куда их столько тут машин вагон просто людей много зато очень тепло очень солнечный средь какой город красивый нет это бегает смотрите по стеклу это к деньгам это к деньгам я знаю шарики шарики нет у меня у меня пока это пока все ясно и четко и понятное это был паучок он едет катается видите с нами без того что это мы сейчас едем по комсомольскому проспекту на нас это поле ступы не делали то надо искать искать наши фильтры а то есть мы туда дальше еще ехать по туда там у стаса работ в чернички не кстати самое интересное что пятерочки через дорогу давайте это отработать везде где бы не работал везде пятерки есть это знаете они заполонили весь мир да 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 мы едем вот сюда вот в нем есть только машин а у вас в городе столько же машин вы кстати стасом возмущались прочли в интернете что с 12 мая в обязаловку будет масочный режим введен причем у нас все работает все функционирует как бы без масочного режима а тут вдруг они решили что с 12 часа и почему бы не вести в масочный режим а все знаете почему потому что они запустили свое производство в общем там правительство потом вас в регионе запустили свое производство масок медицинских и поэтому они теперь всех обяжут носить эти маски то есть как бы как мужчина шлепали масок давайте-ка ребята покупайте раскупайте налетайте не хотите сами мы вас заставим вот так вот он пошли в эльдорадо воровать маски там бесплатно хитро жопы очень прикиньте вниз главное работает экспалатом и по спускаться же это а тут физическая нагрузка в горку идти до века станет что-то нам путали тут тут сушно к ноги качаются вот так вот походить пол дня да и спортсмен он смотрите все горит все работает мне же голова закружилась вот видите работает Эльдорадо все открыто здесь свет горит заходите выбирайте а я вам расскажу историю про Эльдорадо почему я на них очень сильно злая как они мне довели до истерики сейчас выйдем отсюда сейчас все купим я вам расскажу эту байку это жесть просто была и здесь скидки 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 сейчас вообще технику сейчас окончательно когда откроются все везде разрешат работать все будет скидывать по дешевке вот сто процентов сковородонька 990 рублей Станислав Николаевич с кем-то опять переписывается с кем там переписываешься молчит молчит не отвечает сыном как всегда у него одна переписываться либо с Ниной либо с сыном либо с мамой да в общем Эльдорадо разочаровал в очередной раз сейчас выйду и расскажу вам как как они меня первый раз раз разочаровали как второй в общем мы сейчас ехали специально в другой Эльдорадо ради фильтра а его просто нет бляжу его просто куда-то этот в системе он есть а его здесь нету в магазине короче больше Эльдорадо не ногой нахрен надо это просто жесть ребята у нас вообще с этим фильтром что-то вон треноги эти стоят с фильтром не задалось потому что мы первый раз я короче купила через интернет фильтр Эльдорадо он на другом конце городе вторка кольцо был находился я его оплатила онлайн все мне пришло смс-ка пришло подтверждение что вы забронировали как бы все там ваш заказ в обработке потом приходит смс-ка о том что за вами зарезервированные бонусы списать там было 600 рублей списывала и потом пришла смс-ка о том что приезжайте получаете забирайте все готово вас ждет в итоге мы на другой конец города поехали со Стасом приезжаем туда мне такие говорят а вам должна была прийти смс-ка с кодом чтобы мы вам выдали товар в итоге это смс-ка мне не пришла я звонила они говорят позвоните на горячую линию я полчаса сидела ждала этот ответ о горячей линии в итоге меня уже три сучки это все довело берет трубку девушка и говорит такая ой знаете а мы вам на ваш старый номер отправили короче который у меня уже года три наверное нет отправили говорит смс-ку как бы и ничего помочь не можем я говорю вышлите мне смс-ку на новый номер который у меня везде в заказе везде все указано она нет у вас заказа указан ваш старый номер я открываю заказ у меня мой новый короче в итоге она мне переводит на кого-то другого эксперта мы еще еще 20 минут ждала пока он ответит в итоге мне опять развели руками ничем помочь не можем мы можем только отменить заказ он у меня оплачен представляете был это просто был капец какой-то то есть я уже оплатила все деньги-то снять сняли молодцы такие блин а потом ну а потом когда-нибудь их там вернем в течение там недели или двух ждите типа я думаю вот козлы блин короче их обматерила ними до трясучки довели стас говорит ягод на тебя смотрю мне кажется что ты вот-вот заплачешь просто но меня реально прям прям до слез знаете как обидно было и обидно это больше не из-за того что мы его не забрали а из-за того что именно как бы это такое отношение к людям вот то есть даже звоняя им на горячую линию и не могут разгулить эту ситуацию странную смс-ку с кодом прислать я говорю это это для вашей безопасности сделано я говорю так я же стою здесь я с паспортом свой оплаченный заказ приехала забирайте вы мне его не можете отдать то что я оплатила в общем так этот отменили заказ я оттуда уехала и мы остались без фильтра и сейчас опять представляете истории что мы заезжаем в 1 льда рада нам говорят фильтр есть по такому-то адресу мы приезжаем он сможет системе он есть но его нигде нет он его найти не может у нас наверно произошла какая-то ошибка короче ребят делаю вывод такой льда рада говно никому не советую стас есть что добавить ты со мной солидарен да да он со мной солидарен ветер жет не ну реально на мне тогда прям . это до 3 сучки прям довела я уже даже когда трубку увешала сказала ей что на овца потому что реально тупая пингвис это не мне все вот сейчас решили доехать до магазина спар там есть отдел с фильтрами и вообще мы будем покупать фильтры дороже но купим как бы без проблем из того что есть наличие сейчас выберем и париться не будем давай вам видео заедем у меня кстати вам видео тоже из бонусы не знаю можно их будет записать по номеру телефона или нет сейчас узнаем так что идем искать фильтры для воды очень стоим ждем помощь друга который работает здесь мы не знаю друг или враг будет посмотрим очень ждем продавца и продавцов свободных нет как ни странно вот так вот здесь тоже не оказалось фильтров блин что за геморрой гадзин мя золотоуст едьте запихайте нам как бы это не вариант все магазины функционируют в обычном режиме я у нее спросила у девушки там консультанта когда мы открылись работаем все как обычно так что у нас магазин с бытовой техникой работает так ладно поедем покупать в другом месте уже надо ехать потому что мужа этот сантехнику пора звонить а нам уже делается технику а мы составом валяемся и смотрим тик-ток 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 посмотрите кто не совсем нравится тик-ток нет эти китайки смотрят так вот смотрим тики-токи смотрите тоже тики-токи кстати 100 завелся этих секретов я вас сами они для меня самые близкие самые родные мои любимые девочки делюсь своим секретом тайной тайной что в описании под этим видео есть ссылка на стаса тики-токи вот заходите смотрите подписывайтесь ему будет приятно а то мне все годни на не на почему у меня подписчиков мало зато в реки в реке уже вышел прикиньте Кайс 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 хотел бы так вас хотела сказать Кайс в общем ждем сейчас нам все доделает и мы будем полноценно пользоваться нашей кухней и я вам ее покажу на это можно смотреть бесконечно мужчина на кухне готовит вкусняшки В общем, Стас изъявил желание сварить рис. Нет. Нет? Эээ, ты что это там всего форишь? Сейчас будут писать. Так, девочки, я его спалила, спасать не надо. Бравственно, он у меня. В общем, у нас вот такая кухня. Здесь еще один будет винный шкаф. Его переделывают немножко там за пароли, скажем так. И вот этот шкаф тут нижний еще отрегулировать надо. Что-то доводчики на него как-то не летят. В общем, смотрите, техника у нас Ханса. Мы взяли плиту Ханса, духовой шкаф Ханса взяли. Здесь у нас вот такая вот Ханса огромная просто посудомойка. Мы уже ждем, не дождемся, сейчас поедем покупать для нее там соль, всякую фигню. И здесь у нас кран идет сразу с фильтром на воду. То есть здесь вода бежит! Прощайте бутылки! Здесь уже просто обычная вода. Сейчас варим рис, быстро пожарим яйца и бежать. И холодильник у нас вот такой вот декол. В общем, вот такая вот у нас мелочная кухня. Длинные шкафы сделали. Сейчас я вам издалека попробую показать, как это выглядит. В общем, вот такие белые длинные шкафы. Вот такая вот дерево, дерево, дерево. Я не знаю, мне очень нравится. Еще вот сюда потом так диван у нас как раз встанет. Здесь у нас будет вот такой огромный телевизор за 80 тысяч рублей. Надеюсь, он кто-нибудь его подарит. Можете скинуться, подарить. Или чтобы я кого-нибудь разванила, можете мне телевизор подогнать. Я не обижусь. Пока у нас здесь вот такой стол, кстати, вот бутылочница. Это наполнение. И здесь будет уже обеденный стол, как бы со стульчиками. В общем, такая зона отдыха будет и плюс кухня. Очень круто, мне кажется. Мне нравится. Сейчас, нравится такая кухня? Конечно. Вот так вот. Потому что что? Потому что Ниночка выбирала. Еще просто Стас, я тут должен повернуться и подмигнуть пять раз. Девочки, она мне заставляет говорить, что мне все нравится. Да? Я думаю, я же понятно от сигнала уже. От сигналов, все девах. Даша, тебе нравится? Группа спасений 911. Девочки, адрес напишу в описании под видео, приезжайте. Кстати, мы можем устроить новоселье. Даша, уйди. Это что за электрик у нас там появился? Мы можем устроить новоселье в ход платный. Кафе Унинель. Ждет своих посетителей. Забыла вам показать, какой у меня уже авокадо большой вырос. Посмотрите. Одно, тут вот второй авокадо. Ну, фикусик мы с мандаринками впервые в шкулу видели. А это меня просили показать, как цветут цветы. Вот такие вот цветочки. Девочки, это бегония, не что-то там еще. Это самая настоящая бегония. Очень красивая и цветущая. Прям клевая. В этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Всех любить, всех целуем. Помните, вы у меня самые лучшие. А его я держу в плену. Как ты будешь знакомиться? Давай, попробуем. Он рыжий. Ну, конечно. Удрявый. Да. А я ненавижу таких. Я сам не люблю. Как ты относишься к пению? Повтори, пожалуйста. К пению. К пению? Хорошо отношусь. Ты больше веселые песни любишь или грустные? Веселые. Я так и думал. Можешь какую-нибудь веселую песню спеть? Угу. Могу. Висит на заборе. Колышется ветром. Колышется ветром. Бумажный листок. Пропала собака. Пропала собака. Ты действительно думаешь, что это веселая песня? По-моему, да. ПО-моему, да. Продолжение следует...